Нормальный экземпляр Игорь, так зовут нашего рыболова Он живет в далеком таежном поселке на севере Бурятии Здесь он родился, вырос, учился в школе и вернулся сюда после службы в армии Вот оно, что меня в далеком канала Виночки Поэтому я и не мог подсечь его В советское время в поселке кипела жизнь В леспромхозе и лесхозе работало все взрослое население Была школа, медпункт, почта и своя хлебопекарня Богатые магазины, промтоварные и продуктовые А леспромхоз успешно торговал с Японией Помните, у нас в Сибири такая диковина видеомагнитофоны Появились именно в леспромхозах Живи, не тужи Все изменилось в начале 90-х Работы не стало, школу сломали, магазины закрыли Живи как хочешь, свобода Многие спились, многие уехали в города искать работу и продолжать обучение детей Выживать в поселке стало тяжелее, без магазинов, без работы Большая семья, большая ответственность У Игоря престарелые родители, две сестры с детьми Хорошо, что есть старший брат Валерий, тоже заядлый рыбак и охотник Так семьей и выживали Тайга да подсобное хозяйство Корова, куры, поросята, огород требуют огромных затрат времени и сил Как потопаешь, так и полопаешь Трудно не согласиться с русской пословицей Рыбалка и охота без увлечения превратились на средства для выливания Игорь сам делает снасти и приманки простые и эффективные Он у меня брал уже, я прозевал его поклевку Я подсек, ничего нет А второй раз кинул Со второго раза раз, утопил я его Насек и нормально Вот я тебе про зеленую мушку говорю Смотри, палас с красными полосками Ленки их хорошо берут Я вот поводок привязал, сейчас закинул Ловили рыбу, продавали или меняли на бензин Собирали ягоду и грибы Ярик сити фигурок у меня два раза фигурок отлично поймать ленка на таежной речке это и удовольствие и неплохой обед и 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 то как то engine и и и и и и и Это получить удовольствие от общения с природой, узнать новые рыболовные места и увидеть, что там за следующим поворотом. Игорь – самый удачливый рыболов в поселке. С детства знает все ямы, перекаты, пороги, плесы, все уловистые места на реке. Свободное от повседневных завод время он проводит на реке, умеет и любит рыбачить. Нужно успеть насолить рыбы, набрать брусники, запастись грибами, наколотить кедровых орехов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Игорь опытный таежник, надежный и верный друг С ним в тайге, как дома Знает все зимовья и ночлеги Тайга и накормит, и напоит, и согреет Только не ленись Опа! АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас пришла пора добыть немного рыбы Зимой это будет хорошим дополнением к незатейливому деревенскому столу Субтитры сделал DimaTorzok Жареная рыба и долгие рыбацкие рассказы ждут нас сегодня в земолье После удачного рыболовного дня Субтитры сделал DimaTorzok